А сейчас приглашается Смирнова Наталья Михайловна, доктор философских наук, профессор вклад Вячеслава Семеновича Семеновича в развитии каталогизации наук. А там Михайловна долгие прорыва заместителем Вячеслава Семеновича под кафедрой антропологии на философском факультете, ну, кроме того, что всегда участвовал в его внутренних семинарах и является, наверное, в том числе и ученицем. Я считаю себя ученицем Вячеслава Семеновича, его последователем, и считаю за честь сегодня сделать доклад о его вкладе в развитии каталогизации наук. Дорогие коллеги, заняться в свою социальную философскую проблему начиналось в мелочи, в деле размышления на происходящем в нашей стране все судьбоносные 90-е годы, которые ныне мы называем и химией 90-х. И если трещина мира проходит через сердце поэта, то Вячеслав Семенович несомненно был поэтом в философии и глубоко переживал события тех. Он прозорвиво осознавал проблемный характер цивилизационной идентичности того общества, в котором мы оказались в преснопамятные 90-е годы. Поэтому Вячеслав Семенович обращается к проблемам цивилизационной динамики и формулирует в своем понимании типологии цивилизационного развития. Строго говоря, концепция трех этапов развития цивилизации, как альтернатива классическому формационному подходу марксистов, принадлежит не ему. Не нужно идти в работах Туфлера и других зарубежных авторов, так называемых идиотов третьей волны. Но заслуга Вячеслава Семеновича в том, что он сформулировал представление о механизме социальной динамики. Он помогал, что в пружинной масштабной цивилизационной трансформации играется мутация и содержание фундаментальных универсальных культур. И здесь он, как мне представляется, обобщает идею Макса Меппера о кинезисе духа капитализма и с культурно-этических источников, но возвышает ее домущие цивилизационные масштабы. При этом, к каждому страну, на вакуру практически не ссылается. Но акклирует наработку нашего соседчика Михаила Константиновича Петрова из Ростова, в частности, к его идее социального ухода культурного сообщества. Вячеслав Семенович понимал философию как рефлексию над предельными основаниями культуры, а культуру как набор на биологические программы человеческой жизнедеятельности. И в таком понимании культуры он опирается на наработки Советско-Российской школы деятельностного подхода как объяснительного принципа социального познания. Сегодня мы уже говорили, в частности, Наталья Ивановна нашу вводила на экран обложку его книги «Теоретические знания» в 2000 году, несомненно, главный его труд. Но я напомню, что он открывается, этот труд, социокультурно-магазин функциональностей и жизненным свойствам различных типов цивилизации, порождающих механизм, которым он усматривал в мутациях культурных универсалей. Вячеслав Семенович помогал, что инновационное содержание универсальной культуры возникает спорадически на благородных почвах различной сферы культуры, а затем, подчас совершенно неожиданно, резонирует в других, нередко весьма отдаленных. Так Вячеслав Семенович любил приводить высказания Академика Раушенбаха о том, что представления о абсолютном пространстве ньютоновой механики, вот представление, значит, ньютоновское представление о пространстве и времени по позиции коррекционной концепции пространства и времени, ведущей от сфотизированного исцителя, сложились во многом под влиянием открытия обратной перспективы ренессансной живописи. Поэтому он считал, что культуре следует поддерживать во всем ее взглядущей многократии. Нельзя отдавать приоритет развитию лишь отдельных ее отраслей по принципу экономической лицепсообразности. Еще одно важнейшее отличие от сложившейся на западе концепции Третьей войны состоит в том, что Вячеслав Семенович видел перспективы развития цивилизации на пути социо-культурного синтеза ценностей и жизненных смыслов западного и восточного типов цивилизационного развития. И в формулировке Андрея Владимировича Семенова на пути приятия всечеловеческого содержания архивов больших культур как фундаментальной ценностей вывели сценарий будущего. При этом, говоря о будущем, Вячеслав Семенович практически не использовал понять предсказания, предвидения, вот то, что сейчас стало проблемой в результате этого, так называемого внедрения Третьейма. Он предпочитал использовать термин «возможный сценарий будущего» как своего рода социально-философскую импликацию цивилизического подхода. «Возможный сценарий источник развития – это странный актрактор, реализация которого зависит от великого множества случайных и как он подчеркивает подчас ничтожных факторов, за которые каждый из нас несет историческую ответственность. Так Вячеслав Семенович связывал свободу и ответственность на антологическом уровне». Погружение в проблемы будущей мировой цивилизации стимулировалось тоже масштабные методологические изыскания. Вячеслав Семенович полагал, что большую ошибку совершает тот, кто пытается решать теоретические проблемы в открытии методологических, и описанный ним неклассический тип научной рациональности артикулирует относительность научного результата к средствам и операциям деятельности. Вячеслав Семенович разрабатывал концепцию исторических типов рациональности на протяжении более четырех десятилетий. И в каждой своей публикации он добавлял в ней всю новую штриху. Я благодарю нашим белорусским коллегам и, прежде всего, присутствующим здесь леди Федором Гузнецовым, за помощью уточнения того, когда впервые Вячеслав Семенович внародил эту концепцию. Он предложил развлечение трех типов научной рациональности, становление каждого из которых его мнение означало научную революцию, в 1987 году в работе «Научная революция в динамике культуры» из новоиздательства Миларусского университета. А затем, в статье 1989 года, в публикованном журнале «Вопросы философии», очевидно, именно эту статью имел в виду Владислав Александрович, когда говорил о том неизвестном авторе, который прислал замечательную статью в журнал, о публикованном журнале «Вопросы философии» в 1989 году, он предложил систему критериев, позволяющих различать исторические типы рациональности. И вопрос о том, в какой мере они соответствуют типам циклецового развития, и вполне изучен. Мне бы лишь хотелось сказать, что исторические типы цивилицового развития, предложенные на которые опирается в своей концепции в Существу А.Семёнович, они соответствуют типу рациональности. Но я так не скажу, потому что это требует дополнительное исследование, и здесь не все допустим. Вячеслав Семёнович переменился в пределе философским обобщением. Он был одним из тех мыслителей, в которых было скользко выражено, выражаясь словами Фирмана Бротеля, «Мышление в категориях континентов и чувствование в веках». Он полагал, что разработанная им концепция научной рациональности универсальна и играла справедливо в отношении всего научного познания, будь то или естественное научное, или социальное. При этом я напомню, что Вячеславский очень подчеркнул, что социальная наука и гуманитаристика – это не одно и то же. И вот тот методологический изомофизм, который он писал, он относится целиком к социальным наукам. А гуманитаристика или словеская, в широком смысле слова, она уже не входит, собственно говоря, в понятие того, как бы, в многоязычном сайте. И следует признать, что в условиях свойственного постмодернизму резкого падения рационального тонуса культуры, подобное объявление в обществе рациональных корней науки имело высоко культурно востребованное, как философское основание оппозиции лженаучными, учениям-произдателям астрологов-шамантов, пышным светом, рассветших в эпоху демонтажа официальной теологии. Вячеслав Семен чётко возмущался, когда видел, как с экраном телевизора заряжают фото. При этом он воскресал тот уровень национальности нашего общества. Мне задумывался другой пример. В одном из выступлений Борис Николаевич Кельцин серьёзно говорил о том, что ему предложили проект превращения времени в энергию. Но тут есть физики, они, наверное, очень удивляться. И, что меня ещё более поразило, поскольку это противоречный второй начал трёхознанники, проект автомобиля, движущегося за счёт трения воздуха. В социальном мышлении такого рода прожектом был несомненно проект 500 дней, не выдерживающий никакой методологической критики, особенно с точки зрения теоретико-сложенности нового подхода. И в подобной ситуации, как размывание рациональных скрепок дуры, Вячеслав Семёнович обставил ценность рационального аргумента и мощность рациональных корней всего научного мышления. И в этой ситуации его концепция исторических типов рациональности обрела не только философское, но и общие культурные значения. Но подобный методологический рационализм имел свою высокую цель. Он волей и волей приводил к революбке специфических особенностей социальных наук сравнений с естественным. Вячеслав Семёнович, с которой работы в отделе Марковича Розина, утверждал, что в социальных науках можно отыскать тот же слой идеализированных объектов, что присуще развитому математическому естественному знанию. А это конституционный принцип науки. Исследовательство методологии естественного знания немравно применимо. А если и не вполне, то в связи с недостаточной зрелостью социальных наук пока что менее развитых, чем естественные. Мне посчастливилось неоднократно обсуждать Сячеславу Семёновичу эту тему, которая предельно обострелась в ситуации, когда представления о потомном методологическом изморфизме обрели наукометрическую размерность. Материал этой дискуссии о любом инфредитном мире нашего философского журнала за 2017 год. Но я хочу подчеркнуть, что в этой дискуссии Вячеслав Семёнович уплатил высочайшие идеалы корректности научной поведения, образцы и вежливости взаимного сфолошения. А говорит, что Вячеслав Семёнович, конечно же, не отрицал очевидных различных методов, например, социологии и физики, но полагал, что эти различия того же порядка, что и внутренние методологические различия в рамках властных, естественных и социальных наук, например, между физикой, хитрохией и оборогией. Он предвидел всё большее сближение методологии в результате развернувшихся процессов внутренаучной конвергенции. Так он приводил примеры того, что современная мембристика на своём материале открывает те же структурные композиции, что и муникулярная биология и генетика. Он полагал, что в процессе конвергенции естественного научно-социально-гуманитарного знания эти методологические развития будут всё более не вереваться, особенно в рамках непопулярных междисциплинарных исследований. И всё же Вячеслав Семёнович отчасти соглашался с тем, что методологическая специфика социально-гуманитарного знания нужна существенная карта, в силу принципиальных и антологических различий природного и социального объекта. Объекты естествознания лишены монетной смысловой структуры. Если мы говорим о современной, а не средневековой картине мира, природа ничего не значима составляет еще не гуманитарных шестиц, тогда как социокультурный артефакт изначально следит за собственным смыслом. И социальный учётный должен при этом внимание неизначально смыслить социокультурную агену, если хочет понять смысловой состав в идеальной предменности культуры. А это, кстати, порождает особые типы национальности, которые хорошо отписаны в феноменологические традиции. Вот часто Север Меркусов в своё время объяснял, почему он отказывается публиковать второй дом идеи чистой феноменологии. Он объяснял это тем, что не был достаточно знаком со специфическими проблемами современной социальной науки. И Руслан все равно соглашался с тем, что недооценка принципиальной значимости смыслового измерения, то есть социально-экологических различий природного и социокультурного объекта, конститутивного социокультурного объекта смыслового измерения, приводит, она не безобидна, потому что приводит к искажающей модернизации в социальном мире и теоретической модернизации человека. Так его методологические изыскания отвечали сразу на два взаимно противоречивых социокультурных вызова, противостоя им же научной теории. С одной стороны, теоретически артикулировались наукометрические критерии своеобразия социальных наук. Хитрость мирового разума состоит в том, что хотя коммунитарное знание отличало социального научного, которому только и применима его идея методологического изоморфизма, концепция исторических типов национальности в предельно обобщенном виде вполне пригодна для анализа исторических типов наиболее специфической методологии коммунитарного знания герметики. И в своем направлении на секции номер 4 я постараюсь это корректно показать. Вспомним, что человек всегда стремился донести свои результаты, результаты своих наработок до широкой аудитории. Вот уже Владимир Мирович упомянул, что он заведомо кафедрой философской антропологии, философской философски-философски-философски в новом время, им же самим и созданный, совместно с Иваном Тимофеевичем Халуевым. Он собрал там великолепный прибавительский состат, которому позаведовала по любую Кумаляшов слава, не по мастышке, говорю. Помимо его самого Ивана Тимофеевича напомнили Шминадь, милый подделенный Гуевый, Владимира Сергеевича Ширьева, Вадима Робиновича, Игоря Константиновича Лесеева и многих других. Сам Вячеслав Семенович в своем курсе философской антропологии и философии науки, как ясно с самого названия, мастерски увязывал историю развития науки человека с эволюцией общей научной методологии. Он очень хорошо издален на комплект в принципе. И закончив свое выступление, мне хотелось бы вот каким пожеланием. Коллеги, наши, мероприятия в наших семьях принимают участие и наши коллеги из Беларуси, это ученики, последователи, Вячеслава Семеновича Степина. Все они собрались в аудитории имени Степина. И мне бы хотелось предложить в здании нашего института учредить аудиторию имени Степина. И я даже не знаю, где это можно было, какая аудитория для этого подходит. Это аудитория рядом с комнатой 200 денег, где занимаются аспиранты, кафедры истории, философии и науки. Для этого нужно только решение учетом Совета. И мы могли бы тем самым достойным образом увековечить память этого выдающегося философа и незаурядного человека в преддверии его депостовителей. Спасибо за внимание.